Физкульт привет друзья и ученики! Сегодня хочу поделиться с вами очень важной информацией, особенно с теми, кто решил или кто задумывается о том, принимать или не принимать фармакологию. Сразу хочу сказать, этот ролик не несет в себе пропаганду никаких запрещенных препаратов и несет чисто информационный материал. Вы сами уже думаете и принимаете решение. О чем речь? Речь о том, и в первую очередь это касается молодежи, когда начать принимать стероиды и вообще, как относятся стероиды непосредственно к вашей форме, которая у вас есть, которой вы хотите достичь и которая у вас будет. Поверьте мне, если вы не выступающий спортсмен, если вы не экстравагантный человек, если вы не выдающийся человек, вы не сможете при всем своем желании, даже исходя из финансовых возможностей, сидеть на курсе постоянно. А о чем речь? Речь о том, что как только вы начинаете принимать стероиды, этим самим вы ставите огромную планку, проводите большую жирную черту под дальнейшим своим развитием в натураху. То есть, о чем речь, для тех, кто не понял? Вот представьте, вы тренируетесь, тренируетесь, достигаете определенного результата и начали принимать стероиды. Вот с того момента, как вы начали принимать стероиды, все то, что вы достигли и будет вашим потолком. И прыгнуть потом в натураху будет выше этого потолка практически нереально. Вот почему вам всегда говорят, что необходимо достичь определенных силовых показателей, показателей в массе, именно без применения какой-либо фармакологии. И еще разок, друзья, как только вы начали эксперименты, как говорят некоторые люди, с фармакологией, все, вы ставите крест на дальнейшем развитии себя как натурала, именно говоря о достижении более высокого потолка. И даже если вы не достигли своего предела, не достигли своего потолка в натураху, но уже начали принимать фармакологию, это плохо. Все, выше этого потолка вам не подняться. Вот почему люди из 90-х, которые начинали принимать фармакологию не сразу, а отзанимавшись как минимум 3, 4, 5 лет в тренажерном зале, в натураху накачав руки там под 44 сантиметра, достигнув определенных показателей в приседаниях, в тяге, в жимах, в подтягиваниях, в отжиманиях от брусьев и, естественно, в определенном развитии тела, вот тогда, когда вы будете начинать фармакологию принимать, и после отказа от фармакологии, а это произойдет у всех, у 99% начавших заниматься, начавших принимать фармакологию, вы откажетесь в дальнейшем от фармакологии. И все, что вы накачали, сольется, сольется до того момента, когда вы начинали принимать фармакологию. То есть, если вы пришли в зал и по своей глупости в 16, 17, 18, 20, неважно в каком возрасте начали принимать фармакологию уже через 2-3 месяца, а некоторые начинают принимать сразу же, еще не начав тренироваться, есть и такие уникумы, то все, ни о каком развитии не может идти речи. Друзья, думайте всегда головой, берегите себя, берегите свое здоровье, и думайте о том, что большую часть времени вы будете тренироваться в натураху, как нормальный человек. Лично я за более чем 25-летний срок, срок как-то звучит страшно, да? Чем за более чем 25-летний отрезок своей жизни тренируюсь большую часть в натураху. Именно поэтому я понимаю и вижу все тонкости, четкие грани в тренинге в натураху и при применении фармакологии. Я еще раз вас предостерегаю от раннего начала применения фармакологии. Поверьте мне, придет время, когда вам будет уже под 35, уровень гормонов у всех снижается. А у нас с вами, у мужчин, после Второй мировой войны, я уже не раз об этом говорил, уровень тестостерона резко снизился, и медики ничего не смогли с этим сделать, кроме как понизить нормы. Он и так у нас понижен. И вам просто для здоровья, для хорошего самочувствия, для хорошего жизненного тонуса будет необходимо принимать гормонозаменительную терапию. Это, друзья, к сожалению, уже факт. И вот тогда вы сможете в полной мере взять от фармакологии все. Представьте, если вы все это время будете адептом натурального тренинга, вы просто потом взорветесь. Быть здоровым в молодом возрасте могут многие, потому что все знают, по крайней мере, мы в школе начинали, когда подтягиваться, отжиматься от брусьев, у нас у всех росли спины, руки. У меня рука 43 сантиметра была, когда мне было 17 лет. Поэтому, друзья, думайте головой, берегите свое здоровье, помните о том, что фармакологию нужно принимать тоже с умом. И очень важно понимать, знать, когда и как принимать фармакологию. Если вам интересно, ставьте лайк, только для того, чтобы я понял, хотите ли вы видеть подобного рода ролики на моем канале. Если вам понравится, в следующий раз я расскажу вам о своем первом курсе, если можно так сказать, о своем первом опыте применения фармакологии. Как на меня это повлияло, о моих разочарованиях, о моих успехах. Так что, друзья, увидимся с вами, как всегда, в тренажерном зале. А сейчас еще, вы видите, у меня на канале выходят прямые эфиры. Болейте за девчонок, заходите к ним в инстаграм, ставьте им лайки, поддерживайте их. Все-таки они будут здесь, в Штатах, представлять наши страны. А это всегда приятно. И наших всегда нужно поддерживать, как это делают другие народы. Все массы без жира, друзья. Увидимся в тренажерном зале. Heavy Metal Gym. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok